Мне показалось, что хасидов многовато, их надо кем-нибудь разбавить, кто не хасид. Конечно, правильно было бы начинать с Виленский Гаон, за ним, естественно, Рефхайм из Воложина, но там длинная история и там очень важный порядок кто за кем, потому что от него до новейшего сионизма идет. До Рава Кука. Это вот эта линия, которая кончится Равом Куком. А я хочу совершенно другого человека, совершенно из другой школы, хотя он учился, кстати, у хасидов, но хасидским Равом не стал, более того, Хасида его и не любили вообще-то. Ну, современники. Это человек, который родился уже в 19 веке, 1809 год. Раби Мейер Лейбуш Михаэль Вайзер, вообще-то его фамилия, но по фамилии Вайзер его знают никто, по причине того, что его все знают как Мальвену и считают это его фамилией. На самом деле понятно, что Мальвен – это сокращение Мейер Лейбуш Бен Михаэль или Бен Михаэль Михаэль. Это сокращение, это аббревиатура, но она столь мощно прилипла к нему, что большинство народу считают, что это просто фамилия. Не было у него такой фамилии, он был Вайзер. Человек, значит, или Вайзер, или Виссер иногда по-разному произносят, по-разному пишут. Человек, значит, главное в его биографии – это его книги на самом деле. То есть его книги производят впечатление академического ученого, который всю жизнь учился и писал, что просто неправда. Биография у него куда более бурная, он много ездил и оказался закрученным на политику довольно сильно. И вот в чем дело. Значит, он, вообще-то он родился на Волынии. Но он ездил по всей Европе некоторое время. Самая главная его должность – это когда было после появления объединенных Румынии и Валахии, он был главным раввином где-то в течение пяти лет города Бухареста, столицей объединенной Румынии. При этом Румыния, тут надо добавить, что Румыния в те времена, когда он там был, была теоретически вассалитетом Турции, но это теоретически вассалитет совершенно был. Значит, что про него тут нужно сказать, про его биографию? Он женился, как и положено, восточноевропейскому евреизу, очень хорошей семьи, очень хорошей это раввины, внук раввинов, правнук раввинов и так далее, по, как называется, по шедуху, через сговор, семейный сговор, в 14 лет. Брак был неудачный, распался он года через два. Второй раз он женился в 27 уже только. очень удачно, на состоятельной женщине. Его, собственно, в результате он мог заниматься своими делами весьма активно. Значит, некоторое время он был приглашенным раввином, в основном преподавателем. Всегда приятно читать, это в Амстердаме, в Пресбурге. То есть серьезные такие места. В разные времена приглашался на должность главного раввина Нью-Йорка, всегда отказывался, несколько раз его приглашали в Америку. Кстати, при этом отношения европейские раввины не любили принимать американские должности, хотя их предлагали хорошо оплатить. И, например, куда более поздний человек Рафа Аарон Маркус предпочитал должность счетовода в Кракове, должности главного раввина города... Ой, я пытаюсь вспомнить, какого... Глазго. Вначале Глазго он получал приглашение из Глазго, но это Англия, а потом он получил приглашение, вот не помню, по-моему, Петтсбурга. То есть американские города, он категорически отказался туда ехать и предпочел должность. Он не занимал раввинской должности, он работал счетоводом всю жизнь. В Америку не любили ездить. Значит, проблема вот какая. Если не говорить о его книге, о его деятельности, он как раввин, он был практикующим раввином. Это важный момент такой. Вот до сих пор, о ком мы говорили, это не столько практикующие раввины, сколько там всевозможные теоретики. Некоторые из них занимались раввинской деятельностью, но в основном в должностях типа факиха, главный консультант суда, вот какие-нибудь такие должности. А он занимался именно классическую раввинскую должность. Проверял, например, нажи шойхетов, как положено. Давал разрешение на резку скота. То есть занимался именно тем, чем должен заниматься профессиональный раввин. Человек, он был суровый, кстати, и склонный к жестким довольно-таки решениям. И тут надо учесть, что вот, значит, при этом, да, еще, как это ни странно, хоть сионизма еще не было, но Майбин был большим горячим поклонником языка иврита. И он всюду, где бывал, пытался создавать какие-то общества по изучению иврита. Он как бы был большим горячим сторонником восстановления языка. При этом, вот, например, да, при этом он власти тогда, как раз вот в его период, если до этого власти не очень активно лезли в еврейские дела в Восточной Европе, то где-то вот 19-й, начало 19-го века власти начали активно туда лазить. И в основном это связано с, ну, как бы сказать, после, как они называются, после энциклопедистов появились всевозможные теории о единстве народа и появились всевозможные проекты практически во всех странах о присоединении евреев, ассимиляции евреев в той или иной степени. Они с разным успехом проходили. И, например, больше всего меня потрясало, что там Николай был очень озабочен тем, что евреи требовали старательно, чтобы евреи учили русский язык. Слушайте, Николай Первый я имею в виду. При том, что я вполне с уважением отношусь к этому правителю. Но при этом его волнение, что евреи плохо учат русский, он был позабыт, чтобы русский учили русский вообще-то, по-моему. Потому что это катастрофа полная. Россия отстала в сфере народного образования на 100 лет от Австрии вообще-то. Это же талант какой-то на 100 лет в XIX веке отстать. Они приняли закон о всеобщем образовательном образовании ровно через 100 лет после Австрии. Двухлетних образований, при этом замечу, двухлетних еще. В Австрии ровно через 100 лет после Австрии. Это надо было добиться. По этому поводу, например, Мальвим, который был весьма такой... Ну вот слово сионизм еще нельзя говорить, потому что время не пришло. Но он был большой сторонник еврейского национализма. Поэтому, например, российские власти дважды отказали ему в назначении на должность главного рабина Вильна. А ему эту должность предлагала община. И дважды власть, русская власть дважды отказала ему в назначении на эту должность. Значит, в Бухаресте, например, ему... Один раз его чуть не посадили, а второй раз его уже просто выслали. В 1964 году, через 5 лет после главного рабина Бухареста, его просто выслали из Румынии за нежелание эмансипироваться и перейти на румынский язык. Он, значит, тогда это очень смешная история. Первый раз его не посадили. Он добился заступничества Мушамонтифиории, который был тогда как бы таким еврейским консулом в Европе от имени всего еврейского народа. Это действительно очень важная была фигура. Второй раз он приехал в Париж. Когда его выслали, он поехал в Париж. Он пытался добиться с помощью русского посланника Мушамонтифиории. И кого-то еще привлек к делу компенсации за то, что его выслали, и добиться, чтобы власти его вернули назад в Румынию, ничего не получилось. Он в Турцию ездил, чтобы те все-таки от своих вассалов добились восстановления справедливости, тоже ничего не получилось. Значит, по этому поводу он там, значит, после этого он был в Долго-Бутисе смертный, был главным рабином в Херсоне. То есть он потом в Могилеве, это уже Беларусь нынешняя, ну и так далее. То есть он это самое. Да, из Могилева его выслали тоже власти. Да. Кстати, чтобы было понятно местный губернатор. За, ну, в общем, за непорядки в общине, потому что Хасидов ну резко против него выступил. Вот. Ну, то есть такая биография та еще. С другой стороны, в промежутках между вот этими скитаниями из города в город он, вот как при такой биографии, человек вот с такой биографией, он, значит, вот что интересно, о нем всегда все спорят в те времена. Причем не о нем как о писателе, а как о личности. Его не любили хасиды, его не любили реформаторы, его не любили очень многие ортодоксы, потому что считали, что он слишком просвещенный европейски. Его не любили реформаторы за то, что он был безумно жестким в отстаивании традиций и чуть ли не хэром объявлял на реформаторов. В общем, человек был такой, очень тяжелый по жизни. Я как-то всегда, читая его книжки, представлял, что у него счастливая вот такая академическая жизнь. Нет, не было такого. Значит, и умер он в Кременчуге, то есть тоже на Украине опять. У него биография, скорее всего, с Украиной. Я почему-то всегда считал, что он более венгерский и Раф, скорее всего, из-за стиля. Он в Венгрии не имеет отношения, он имеет отношения к Украине нынешней. Очень немного был в Белоруссии, откуда я тебе говорю, что его просто высыл губернатором Могилевского края. И Украина, вот эти вот территории. Причем такая Кременчуг, Херсон, вот эти вот города. Ну вот такая вот биография. Как-то не странно. Вот с его биографией история выглядит следующим образом. Она как бы забыта полностью. Ну, понятно, в академических всяких местах о ней пишут, но в еврейских местах о ней пишут мало. Более того, вы долго будете смеяться, но как бы к его книжкам биографию очень формально всегда прикладывают, потому что как бы его биография не интересует. Книжки затмили человека. Вот это вот, нет, я считаю, что это великое достижение. Книжки затмили человека полностью. Ситуация выглядит так. Он довольно рано. Первое, его книжка будет неожиданна для всех. Мы все его привыкли воспринимать именно как комментатора к Танаху. Очень подробного, хорошего, классного комментария к Танаху. И для нас он всегда был, есть и будет одним из основных комментаторов Танаха. Но первая книжка, которую он написал, был комментарий к Ширхана Руху вообще-то, опубликованный. То есть он галахист, еще раз, он практикующий рейд по жизни. Значит, а вот комментарий его, скажем, в юности я воспринял его как блестящее слово совершенно. То есть я был в восторге от этого комментатора. И дело вот, в отличие от хасидских образцов, которые я приводил, как бы это другой стиль комментаторский абсолютно. Это возвращение к Пшату. Дело в том, что XVIII век, XVIII век не дал комментаторов Пшата Танаха. Они как бы Пшат, где-то последний паштанист, то есть человек, который пытался объяснить, что написано в Танахе, последний из паштанистов, я бы сказал, это сформано Абарбанель. Это век XVI. И где-то XVII-XVIII век вот это направление выпадает. И, собственно, великих комментаторов прямого смысла текста Танаха вот два века не было. XIX век дал таких трех таких людей. Я не считаю те, которые ныне уже забыты. То есть, итак, XVIII век был Машин Эндельсона, комментарий когда-то очень популярный. XIX век дал трех комментаторов Пшата, каждый из которых воспринимается на урай сегодня. То есть, они сохранили свое значение, если Машин Эндельсона никто сегодня не читает. Комментарий Биур такой у него есть. Кстати, вполне достойный комментарий, хотя к нему принято относиться плохо, но к самому Машин Эндельсона, там биография затмила писать книги. На самом деле, с Эндельсона в истории выглядели ровно наоборот. Там биография затмила книги. То у Мальбема ровно наоборот. Итак, это самое. Ктафу Кабала, я не буду сейчас пока рассказывать, о нем мало кто знает, он более академичен. Рав Гирш и Мальбем. Кто из них больше? Кстати, Мальбем в течение долгого времени затмевал Рава Гирш очень сильно. Начал он комментарии, он начал свою комментаторскую деятельность с того, что он начал с простой книги. Вот это, кстати, начало все люди по-разному начинают. Он начал с книги Рут вообще-то. С книги Рут тут произошла интересная вещь. Каждый раз, когда говорится о комментариях книги Рут, Мальбем приходится выделять в отдельный вариант, потому что у него подход не похож на подход других там немножко. Но фокус в том, что к старости он забрал этот комментарий. Я покажу, как он это сделал. Он забрал весь комментарий, который он написал в молодости. Он просто дезавуировал весь этот комментарий. Потом он написал серию комментариев потихоньку к книгам пророков, к писаниям. Его комментарий к песне-песня очень любопытен, потому что он написал в несколько, в три потока этот комментарий. Объяснение слов, объяснение сюжета и объяснение мошали. Объяснение аллегорически, как это надо читать. Опять, нравится, не нравится, отдельный разговор. У него подход романтический очень песен. Кстати, именно в сюжетной линии, в простую сюжетную линию описывает. Он говорит про любовь царя и пастушки, где главная героиня, значит, пастушка, а он царь в духе первой половины XIX века. Романтизм все еще более-менее властвует над думами. Значит, очень романтический такой комментарий. Значит, да, пастушка любит пастуха, ее забирает царь к себе во дворец, но она стремится к своему любимому пастушку и, в общем, сбегает в конце из дворца к пастушку, к любимому. Это вот его такое построение. Значит, что, вот чем подкупает комментарий? Вот на самом деле комментарий подкупает, я могу сказать, чем. Он очень любит иврит. Вот человек безумно любит иврит, и у него есть мощная теория языка, которую, как бы, она... У него есть несколько книг по грамматике, которые, библейской грамматике, которая нас не будет интересовать, но, например, есть, на мой вкус, очень важная книга у него. Эта книга называется... Короче говоря, словарь синонимов библейских, где он объясняет похожие по смыслу слова, чем они отличаются. Дело в том, что Мальбен придерживается очень оригинального подхода, который, опять, не важно, насколько он состоятельный. Важно, что это очень важный эврит. Он считает, что библейский иврит очень точен. И в книге, в словаре синонимов иврита он старательно объясняет, чем отличаются слова. Он приводит всем известные синонимы, а занимается он как раз различными. И все его комментарии всегда очень жестко как раз построены именно на языке. Вот чем он ценен? Это первый, я бы сказал, научный комментарий научного стиля. Давайте так, не научный комментарий, а комментарий научного стиля к тономам, где любое утверждение тщательно обосновано с точки зрения языка. И этим он очень ценен. Плюс ко всему, еще у него хорошая голова, и он еще понимает текст хорошо. Он обычно очень тщательно остается внутри текста. Значит, я хочу кончить. После того, как он кончил комментировать пророков и писания, а да, его комментарий к Дгелим является до сих пор одним из основных. Я хочу заметить, что комментарий не Дгелим, он интересный и ценный. Ему попросили, его поклонники, попросили написать комментарий к Хумаше. Дело в том, что до этого он написал галахический комментарий к Хумаше. Пяти книжек. Естественно, книгу Боришиев его нету. На книгу Шмот до конца рассказа об исходе из пустыни, исхода из Египта его нету. И он написал в результате комментарий не к Танаху, а комментарий к галахическим медрашам основным, а именно к Сифре, Михильте и Сифра. Есть три галахических медраша на Хумаше. Вот он написал комментарий к ним. Тогда к нему пришли его поклонники и попросили все-таки завершить работу, чтобы было на весь хум. Так как галахического комментария не может быть к первой половине книги Шмот, там не галаха, а рассказ об исходе из пустыни, и не может быть на книгу Боришиев, то в результате возник комментарий, он заполнил те места, которые не покрыты галахическими медрашами, собственным комментариям. В результате родился полный комментарий к Танаху, и этот комментарий до сих пор читается с удовольствием. Он ясный. И еще раз, все, что он говорит, очень хорошо в основе. Стилистически, чтобы было понятно, что такое Мальдон. Значит, ну вот давайте я просто, вот я сейчас открыл словарь синонима где-то там. Оев, цар, сунэ. Значит, переводим враг, враг и ненависит. Оев, враг, цар, это притеснитель обычно. Ну, я говорю переводчик. А сунэ, это ненавистник, но тоже чаще всего переводим просто враг. Значит, читаем Мальдон по этому поводу. Сунэ, аху, блеев, ненавистник, это тот, кто в сердце, причем ненависть не исходит из уст, наружу. поэтому всегда приходит, всегда появляется именно с тем, что связано с мышлениями. По этому поводу сунэ, хохма, ненавидит мудрость, то есть это ненависть внутренняя, необязательно, то есть необязательно, не находящее выражение в действии. ОЕФ это обратное значит, это человек обратный к другу, тот, который будет радоваться всем неприятностям, которые случились в ближнем. Вот обратите внимание, сунэ, он отвергает что-то, а ОЕФ это обратное к другу, то есть враг тоже не обязан причинять вреда. Он враг, потому что враг, он ненавидит, он будет радоваться тому, что случается с тем, для кого он будет врагом. больше самое главное это цар, это тот, кто лично нападает. В комментариях Мальбин всегда использует вот эти тонкости. Вот эти свои словари синонимов в его комментариях всегда работают. Он всегда к ним прибегает, особенно, когда комментирует пророков. например, вот объяснение, чем отличается гальгаль от офан. Гальгаль и то и другое переводится колесо. На самом деле. Для переводчика разница невелика. Но Мальбин считает необходимым объяснить, что гальгаль это все, что крутится, а офан это только в колеснице. то есть, скажем так, правильно вот в машине и в отсюда фанаем два колеса велосипедной брития. Такая на радость, по всей видимости, на радость Мальбин было бы. Значит, ну и так далее, и так далее. То есть всегда тщательно например, гэзель и ошик. Гэзель обратите внимание, я-то обычно тоже слежу за тонкостью употребления слов, но он меня научил этому следить именно за синонимами и разницу, но он старательно формальную разницу всегда проводит. Гэзель грабить это нечто приобретенное забранное незаконно у ближнего, а ошик это незаконно неотданное ближнему разницу. То есть он в этом смысле всегда очень красиво разница между симхабы, сосон, веги. Вот три слова. Сосан висимхабы как там в чем разница между симхабы и ги. Ги, ла, ри, ца, ца, бхэ, два. Вот значит симха это постоянное длительное состояние человека, продолженное состоятельное. Это внутренняя радость. Сосан это радость по случаю чего-то. Симхайд не обязательно по случаю чего-то. Это радостное просто состояние. Это внутреннее состояние души. Сосан это радость по поводу чего-то. А гиль это внешнее выражение радости. Он вот так делает. Радостное поведение. В этом смысле то, чего я регулярно в свое время читал, причем читал несколько раз, и каждый раз радовался. красоте комментария, не красоте комментария, а гигельянским проходом, которые здесь явно видны. Значит, есть три слова гой, ам и леом. Все слова означают народ. И каждый раз серьезная проблема у всех, чем гой отличается от ам, а тот отличается от леом. Опять, учитывайте, что переводчик как бы всюду переводит народ, и вот эта тонкость языка пропадает. Хотя библейский язык различает, где употребляет какое слово. И, например, обычно ам Исраэль и редко гой Исраэль. Понимаешь, ясно, что есть разница. Понятно, что на наше представление современное очень сильно давит идиш. В идиш и гой это всегда и народ. Четко, причем не народ, а даже про одного человека говорят. Когда говорят про народ, то говорят гой и гой и гой и гой и гой и гой довольно такую хорошую отрицательную коннотацию. Довольно слово. Я рассказывал, наверное, много раз анекдот про жену раввина Мазы и льва Толстого. Ну, вот гой гуганав, агон. Значит, Мазы был главным московским равеном. Значит, гой и так я зачитываю сейчас Мальбин. Гой это слово, произведенное от корня гава. Гвея это тело от слова тела. Дело Мальбин придерживается жесткой теории, что любое ивритское слово обязательно имеет трехбуквенный корень и не может быть ивритского слова, которое не имеет корня. По этому поводу, например, он считает, что у слова яйн, которое для меня, например, очевидно, что это индоевропейский корень вайн, тот же самый, что и вино, он считает, что корень там ют-ют-нун давить, подавлять. Он сторонник трехбуквенный корень обязательно есть у любого ивритского слова. Так вот, у слова гой корень гвея, то есть тело. И обозначает слово гой объединение тел и гой отличается по четырем признакам. Единство страны, единство земли, на которой они живут, единство языка, на котором они говорят, единство происхождения, и они объединяются с по согласию желая быть единым народом, согласно законам, которые они себе составили, теория общественных договоров для создания народов в полном объеме, для этого самого, для того, чтобы быть вместе. словом ам обозначаются народы только когда речь идет о единстве властей над ними. именно власти делают город одним, своим единым управлением и как душа, которую управляет телом. И ближайший синоним к слову ам народа это мамлаха. Правда, мамлаха, она скорее географическая, когда говорится слово мамлаха, это скорее география, но я хочу обратить внимание на некоторую действительно любопытную вещь, что с точки зрения мальбима ам, когда мы говорим про ам, то речь идет о единстве управленческого типа. По этому поводу слово ам это то слово, которое используют политики в своих речах, когда они говорят о народе, они имеют народ не в смысле гой, а в смысле ам. По этому поводу по этому поводу вот теперь начинаются совершенно замечательные комментарии, когда мы встречаем ам га шем, то есть народ господа, то это надо понимать народ управляемый господом, не принадлежащий, а управляемый. Вот прочтите те стихи, где вы это найдете в Танахе, и вы увидите, что вы прочтете их по-другому. Потому что в тот момент, когда вы говорите ам га шем, с точки зрения мальбима, вы признаете над собой власть, причем куда более интересная. это та самая власть, которая объединяет народ в единое цель. Это некоторая душа народа. Причем имя Гой на что обращать внимание мальбима, оно за редчайшим исключением есть несколько исключений, он их приводит. никогда не бывает в мой народ, например, Гуи, мой народ через Гой сказать нельзя. Потому что это разъединенные личности объединенными внешними какими-то причинами. Тогда как ам объединяется совершенно более высокими делами, единой душой, и в результате можно говорить мой народ, аминь. Вот как раз кстати на что мальбим обращает внимание, что в Танахе слово ам почти всегда не смах в притяжательном состоянии. Мой народ внутри моего народа, ам Исраэль это тоже народ Израиля. То есть почти всегда именно так. Значит и в конце он добавляет что леом это когда речь идет именно о нации и это народ объединенный единой еще верой он добавляет к этому то есть это нация уже. Значит это третье понятие и он в этом смысле обращает внимание значит вот его комментарий к книге Бришит там где про Якова и Сава говорится вот это пророчество Якова и Саве говорится Леом и Леом Яамен Яамет и народ одолеет и нация одолеет нацию он приводит Медраж вот кстати это влияние Раши проще всего комментарий построить в виде цитаты из Медража до сих пор называются по названиям стран а отсюда и дальше появляются национальности а именно он это очень хорошее замечание потому что до тех пор люди называются по и народы называются по странам а вот после этого появляется то что сказал Раби Хельфер а после этого появляется яхудим армиим и так далее то есть появляются национальности вот это отношение Якова и Сава описывается как разделение по национальностям по национальным признакам не по государственным а по национальным и он говорит что нация она может ле ом имеет право не объединяться страной и это действительно такая вот 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 такой подход я хочу заметить что его вот такого сорта замечания они по всех комментариях регулярно повторяются и эти замечания заставляют смотреть по-другому на стихи и то что казалось просто регулярно оказывается тоньше и глубже потому что ну вот это замечание что гой это тело народа а ам это как бы душа народа объединенный это не собрание личностей которые договорились жить вместе как он говорит гой когда он говорит слово гой а народ это там чему личность хочет принадлежать не объединяться для того чтобы по социальным причинам вот ам объединяется по причинам не социального плана а по причинам более глубоким и по этому поводу когда вы там читаете Дхилим или читаете любую книгу следите за такими тонкостями и Мальбин в этом отношении всегда ценен потому что вот это указание на тонкости которые мы прямо из стиха извлекаем вот что ценно его пшат он столь мощно заякорен в стихах в словах например я бы я бы сказал что это действительно прорвит например его рассуждение о том чем отличается предлог ки от предлога им подробный анализ он занимается предлогами очень активно и это работает причем он демонстрирует как это работает и если вам хочется научиться самому или читать текст так чтобы это было обосновано заякорено в тексте то это Мальбин вот чем он цель он мощнейшим образом всегда якорь непосредственно в тексте непосредственно в словах он всегда обращает внимание на словесное употребление на тонкости употребления слов и что ценно из этого извлекает очень хорошую мораль всегда он умеет вот именно вот это построение этим этот комментарий ценнейший и актуальность он свою не потерял причем совершенно не важно сказать меня сейчас меня слышно у меня по-моему что-то с передачей да да слышно хорошо по этому поводу вот я как бы я упоминал его комментарии вот первый и последний да сейчас посмотрю у меня здесь открыто есть Раубак Ибн Эзра а куда он делся у меня значит в комментарии книги дворим 25 глава не то не то открыл сейчас не то что это такое техническая некоторая проблема я открыл этот самый страницу она у меня начала жить по своим законам без меня как это твой избавиться нет не так как от этого избавиться о избавиться зато опять пропал этот самый тот кого я ищу открыл я его победил компьютер значит он объясняет это заповедь о ливератном браке заповедь состоит в том что если мужчина умер мужчина в браке значит как объясняет тот же Мальвим что когда говорится ищ то всегда имеется ввиду его семейные статусы в той или иной степени принадлежность к семье того или иного размера значит так вот когда значит ежели человек который женатый человек умер бездетным то тогда значит там две заповеди есть одна заповедь хлица одна заповедь ебу брат покойного должен взять жены вдову либо отказаться от этого брака формально и привести обряд хлица формальный отказ от брака по этому поводу значит он объясняет вначале что главное в этой заповеди главное сохранение имени покойного и по этому поводу он делает очень важное замечание которое приливает свет на эту заповедь я напоминаю историю егуды и тамар я напоминаю мальчик напоминает историю егуды и тамар егуда и тамар добилась нечто по образцу ливератного брака более древней значит в более древней форме ливератный брак в Израиле пришел в ограниченном виде только брат берет вдову в более древние времена любой ближний родственник включая отца покойного мог это сделать как на истории с егудой тамар егуда и тамар я напоминаю что значит тамар будучи жена замужем за эром эр умер бездетным онан по прямому тексту не захотел делать ей детей потому что дети будут числиться за покойным братом и он умер и в результате знаменитая история про то как тамар соблазнила егуду и родила братьев близнецов переца и зераха ягуда тогда когда ему говорят что твоя невестка блудила она ушла на сторону она должна остаться в семье то он произносит она правее меня в результате когда она доказывает что все в порядке все в семье осталось он говорит она правее меня но чем эта история важна для рамбома для мальдема мальдем указывает на две вещи что дважды в родословной Якова упомянуто Р и она хотя они умерли и как бы не имеет отношения они упомянуты в списке тех кто спустился в Египет и мальдем четко говорит потому что на их месте спустились в Египет он кстати считает очень важным рождение близнецов потому что как бы два потерянных сына Ягуды Р и Онан они заменяются двумя близнецами Перецом и Зерхом то есть как бы вот эти близнецы опять я вот например никогда не обращал до мальдема никогда не обращал внимания на то что вот тот факт что Тамар рождает Перец и Зерха что это важно что это близнецы что она рождает двух сыновей и что эта замена двум детям Ягуды я как бы никогда не обращал внимания пока мальдем именно мне не указал на это и он подчеркнул важность этого момента когда в разделе Пенхаз когда перечислил перечисляется родослотно Якова упоминается Эрвэонан у которых нет детей на их месте Перец и Зерх и при спуске в Египте они упоминаются и опять на их месте на самом деле Перец и Зерх то есть вот это сохранение имени покойного оно оказывается очень важно но где это работает как бы еще более любопытным образом значит в комментарии книги Дворим я сказал что книга Дворим вот эти дополнительные комментарии книги Дворим и они написаны которые не являются комментарием к Галахе Галахе они написаны в конце с просьбой просто завершить книгу чтобы она была целиком чтобы не было отрывочных комментариев в результате так как эта книга написана в конце я сказал что он забирает комментарии книги Руд дело в том что в книге Руд в комментарии книги Руд он пишет что вся история брака Буаза и Руд она по типу Ебума что это либератный брак на самом деле я его там не вижу и его никто его там не видно хотя я сразу скажу что есть мидражи которые следуют по этой линии либератного брака но как раз Мальдем наивно несколько в первом комментарии идет напрямую в лоб просто прят по этому комментарию но потом он говорит про другом значит значит поотносительно базы Руд шеэнь шаммаком лагакомат газера внимание он просто категорически вот уже с этого момента он просто отказывается от всего комментария что там нету места для восстановления потомства а только вот при этом красота по-моему в полном объеме вот красота как и положено у классного человека а только установление имени на земельном владении ибо святость земли Израиля велика настолько что даже если именем человека будет названо его наследственное владение в этом есть тоже остаток в этом мире покойника и обращается внимание что Буаз называется раз разом Гуэль в книге Рута это очень важное слово он называется Гуэль избавитель но слово Гуэль обычно относится именно к земле и в результате спасение которое происходит для Махлона и Кильона в книге Рут это спасение их имен на нахала на земельном владении и это очень велико это значение это огром и далее он просто подробно объясняет почему в книге Руты речь не может идти о либератном браке во первых это к чести автора который исправляет допущенную ошибку и не боится этого и не оправдывается а просто причем кстати к его же чести он ничего не говорит про свой комментарий к Магерут он просто пишет совершенно другие вещи но его комментарии по поводу восстановления имени покойных над земельным владением оно ну по-моему достаточно любопытно значит я всячески рекомендую читать Маргина просто потому что ну во-первых это удовольствие во-вторых те кто любит чтобы комментарий был обоснованным именно вот не просто красивые идеи а именно чтобы комментарий органически вытекал из текста это он вот это тот кого надо читать опять не обязательно соглашаться но принимать во внимание вот то что я сказал когда вы читаете слово ам и когда вы читаете слово гой понимать разницу смыслов это это тонкость которая на самом деле меняет представление о всем текст и по этому поводу я просто считаю что Мальбим это человек которому надо читать но хотя бы иногда смотреть что он пишет причем время от времени он переворачивает наше представление о тексте Танаха по крайней мере мои ну например там где в пятой главе книги дворим Моше говорит что вы испугались говорить с Богом то Мальбим там дают совершенно стасшибательный комментарий по поводу того что это удовлетворение Всевышнего потому что он нуждается в людях на земле а не в ангелах то есть это как бы вот совершенно роскошный красотый комментарий по-моему я рекомендую всячески именно Мальбима именно вот по причине глубокой завязки именно на язык кстати в отличие от второго великого комментатора 19 века Рава Шимшина Рафаэла Гирша который завязан не столько на язык сколько на символику и смысл совершенно другие вещи завязывается он тоже велик и великолепен но он по-другому совершенно строится вот и как раз наверное и с Паштаним Мальбим наверное один из самых замечательных но я рекомендую читать его оригинал потому что в переводе он по-моему теряется именно вот это завязка на язык его мощнейшая завязка на язык ну вот где-то вот это то что я сегодня хотел рассказать за что же его не любили хасиды они считали что он слишком подвержен влиянию реформы и влиянию внешнего образования оно в его произведениях вот это удивительно он не учился в светских заведениях я думаю что он читал какие-то светские книжки ну думаю есть основания но то что в его книге вот что любопытно в книгах Мальбима очень мощно ощущается дыхание времени именно времени просвещения он при этом абсолютно ортодоксальный но в методике оно чувствуется именно вот эта методика жесткой связи с текстом она уже приближается к будущей научной методике его его подходы его методы они уже туда близко и хасиды его не любили именно потому что они обвиняли его в том что он слишком они 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 правильно чувствовали что есть какое-то внешнее влияние оно есть оно я бы сказал что есть другой разговор что понятно что мне это влияние нисколько не мешает и нам оно не мешает мы под ним находимся но в те времена это было не очень принято в те времена это было не очень принято и то что Мальбен находится под влиянием времени в наибольшей степени скажем его старший более современник Репхайм из Воложина книги не видно влияния времени эта книжка но понятно что есть изменения взглядов подходов но как бы книжка такого же сорта могла быть написана и навек раньше без проблем понятно что при тонком анализе я могу определить что это явно где-то Кант подслушанный какие-то идеи с Кантом связанные в нефишках но без вот этого тонкого какого-то анализа вы этого не засечете а в книгах Мальбена вы это засечете довольно быстро вот это влияние времени и это хасиды почувствовали и они как бы были святее ортодоксальнее его хотя в общем практика его раввинская достал он как раз мскелием достал именно свои тяжелейшие ортодоксальности как практикующего раввина и проповеди кстати его они некоторые сохранились они очень жесткие очень жесткие он очень ортодоксальный при том что в книгах время вот оно влияние времени оно вот в полном объеме спасибо но я бы сказал что комментарий не потерял актуальность и читать стоит читать но для меня он методически стоит он вы по-другому начинаете видеть текстуры особенно пророка вы по-другому видите вы по-другому слышите кстати по-моему в результате чтения его вы слышите не его время а пророков лучше слышите пророков он позволяет вот эти методы которые он пользует позволяет услышать голос пророков поэтому я рекомендую всяческие хорошо если нет вопросов больше тогда большое спасибо вам доброго спасибо спасибо спасибо